В самом начале встречи Сергей Морозов призвал зеленую общественность региона в помощь к решению вопроса с безнадзорными животными. Бродячих собак и кошек не нужно отстреливать, читает глава Ульяновской области. Можно решить вопрос современными гуманными методами, для чего чиновникам стоит обратиться к опыту других регионов России, а экопалате поддержать министерство в этом непростом деле. Тем более, что опыта в решении сложных вопросов на стыке природы и антропологии нашим активистам не занимать. Экологическая палата за 7 лет стала серьезным и весомым органом общественной власти. Ей удалось реализовать массу интересных проектов. Именно благодаря экологической палате раскрепляется экологическая культура, экологический волонтерство. Министерство природы сотрудничества с экопалатой сравнивает с природным сотрудничеством двух разных видов, ведущих к обоюдной пользе, симбиозам. Действительно, вольные экологи успевают почти всегда и почти везде. Их работа по большей части чистой воды волонтерства. Их интерес – минимальное влияние человека на природу и максимальная польза для последней от 10 человек. Вы собрали, представили нам данные о том, как и что нужно делать в конкретном муниципальном образовании по зеленому насаждению, по сохранению водных ресурсов, по вопросам модернизации системы обращения с трезвыми коммунальными отходами. Работу Ульяновской экопалаты, нашего министерства природы и руководства региона по зеленому направлению в целом ставят в пример в других субъектах председатель российского экологического общества. Говоря о задачах на 2020-й, Рашид Исмаилов отмечает, будь то исполнение глобального нацпроекта «Экология» или локальная история конкретного места, Ульяновская область умеет выполнить задачу максимально качественно. Там, где нет диалога с населением, там, где экологическая закрытость, там, где предприниматели считают, что они самодостаточны и никто не должен знать, особенно местное население, о том, что у них за забором происходит, там есть риски возникновения социально-экологических конфликтов. Есть такой принцип – закрыт, значит, есть что скрывать. Вот если ты открыт для населения, значит, тебе скрывать нечего, и ты, собственно говоря, готов к этому диалогу. Оздравление Волги, питьевая вода, сохранение водных объектов, сохранение лесов – вот под программы нацпроекта «Экология», которыми в нашем регионе плотно займутся с этого года. Кроме того, стоит задача довести до ума реформу чистоты, позволив кардинально изменить ситуацию с утилизацией отходов производства и потребления. Евгений Луковкин, Бахтияр Залтанов, репортер 73.